всем привет дорогие друзья а дмитрий явланов канал сады тамбовщины на связи 4 апреля 24 год 4 0 4 24 и знаете просто вечер уже я даже не знаю сколько сейчас время но уже смеркается вышел просто снять обзор на потому что ничего не получается у нас 1 апреля днем до 20 25 градусов жары это вот сегодня четвертый день вот так вот немножко нахлобучили тучки знаю что в питере там выпал снег где-то где-то прошел ледяной дождь в москве тоже очень сильно похолодало но у нас самое большое похолодание передают даже не на завтра а на субботу на воскресенье днем всего лишь будет плюс 4 ночью плюс плюс 3 плюс 4 а днем что-то плюс 10 будет такого глобального похолодания у нас не будет 4 дня жары ничего не успеваем просто потому что на работе потому что нужно в саду очень много дел здесь рда дендер на не укрыл не раскрыл можжевельник еще не развязал туечку вон на марию тоже не развязал так вроде бы все восстанавливается хвойный потихонечку восстанавливаются приобретают свою форму вот взрослая ту и даника что хочу сказать здесь очень долго прям буквально еще позавчера лежал лед она была вся распластанная в мороженое в лед сейчас как вы видите почти приобрела свою форму если честно я ее даже не шевелил не трогал вот еще и сейчас руки даже до нее не доходят потихонечку все восстанавливается все набирает свои формы немножечко все потихоньку восстанавливается чем занята очень много гортензий так как сразу стартанула вот такое тепло почка на гортензиях в момент набухла и приходится обрезать но вот здесь вот кстати не сильно почка пока показалось а вот сейчас но и подальше сейчас туда спущусь и покажу почки вот на polar bear ну кстати тоже не очень сильно набухшие еще почки на каких-то прям вот есть сильно-сильно набухшие почки а вот боюсь то что боялся то что будут течь вот нет сока течения нет у них подрезал вот очень много сами знаете что гортензий ну и походу плюс еще вот видите какой ажиотаж так какие-то гортензии обрезано где-то хоть чуть-чуть нужно что-то пошевелить где-то очень много под снегом соцветия от гортензии потому что в зиму не обрезал вот посмотрите на пастель грин вот такие вот почки вот набухшие а вчера вот как правило если гортензии не обрезаны то все питательные вещества не стремятся вверх вот верхней почки они вообще были не обрезаны тут рада дендер на не открыты там он за беседкой тоже не открыт в беседке резал три дня черенок черт течу голову черт сломит а вот здесь еще тоже вот клематисы не оббирали в порядок не приводили ну так хоть немножко пока я резал черенок жена немножко хоть немножко вот сегодня бы брала котовника там розы какие-то что-то подрезала выходит тоже после работы все уставшие но так вот немножечко шевелимся здесь вот по дуге вот эти взрослые гортензии я все обрезал понятное дело что ничего не снимаем так как просто этого делать некогда если я там за один день вот эти все гортензии обрезал и нарезал с них черенок то если бы я снимал все это то я бы за день сделал бы только куста 2 или 3 а здесь их 8 кустов тут тоже у меня раз два три четыре пять кустов вот на на площадке вот сейчас вот видите то что стоят контейнеры с мусором вот стоят значит что лежит вот утра сил это сейчас вот размотал арку розу фламентанс вот это вся прям вообще очень хорошо по всей длине перезимовала здесь вот смотрите одна плеть вся черная прямо от основания и до конца вся черная остальные ну так всяк на 5 на 10 розы кстати какие у меня остались чайно-гибридные там и прочее вот здесь вот по дуге сейчас только раскрывали ну практически на 4 перезимовали какие-то более черные какие-то более зеленые у некоторых отдельные ветки почернели ну а так вроде бы все нормально дело не в проворот делал очень много она завтра еще обещаются на весь день вот вот видите какая точка вот это прям цветы и передается вот так когда снимаешь уже камера пускаешь что кажется небо там синенькое синенькая а вот так вот это истинный цвет точки на завтра передают что передают дождик на весь день моросящий но завтра я и уезжаю значит все кто меня смотрят с кирсанова с гавриловки сумета если такие есть подписчики то значит делаю объявление что воскресенье в городе кирсанове на городском рынке на центральном я привезу продавать саженцы плодов и плодовых с открытой корневой системы яблони груши сливы будут то значит черешни вишни нет потому что я уже прозевал прощелкал не успел вот так вот по мелким значит что по мелким все уже перезимовали отлично елочки голубая карпаттан колючая или обыкновенная сейчас могу напутать максвеле филифера на на кипарисовик дальше пихт корейская цис вот крошечка и здесь сетхинская ель шугар лов перезимовали я считаю что на пятерку прям значит здесь что у нас это у нас канадская ель golden пик а вот это вот ель колючая колючая по моему голдаст вот такая вот маленькая перезимовал тоже очень хорошо ничем не накрывал в этом году вот так вот решил что вот так вот будет единственный минус вот здесь вот дырочки ты 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 дорожка прям мыши нарыли очень много но но и жать то надо было зимой что-то съели вот одну и один из стволов у бробик стаур ауту и западный бробик стаур вот так вот с одной стороны хорошо когда птичек кормишь вот посмотрите что есть одна поляна вот там 2 поляна там вот 3 поляна хорошо птичкам делаешь а с другой стороны вот такой мусор так теперь мало того что этот мусор здесь просто еще конечно много теперь несъеденного это от мусора то что это лузга от спроса оболочка вот они сами шелушат и кушают готовенькое пшено вот а теперь мы мало того что это еще будет все всходить птичек жалко но вот потом как все это убирать выгребать ну вот думаешь хорошо птичек кормить или не хорошо ну ничего страшного значит по малюткам медуза была не укрытой перезимовала вообще отлично вялобок не укрытая уже ничем какой год чувствует себя нормально певетиджин сербская была укрыта вот прям что-то смотрю такое сейчас освещение и на камеру прям на телефон очень качество хорошие краски вот певетиджин прикрытая было хорошо перезимовала вот эти вот тундра бальзамическая на на вот это вот немножечко пострадала я ее ничем не укрывал ничем не делал но в принципе она знаете какая вот этот сосенка афир на штамбе она уже несколько прям лет так болеет конкретно вот но нужно подправить привязать к штамбу и может быть чем-нибудь даже в этом году подкормить простимулировать пихты корейские значит к хоуц айсбрекер и блауэр эскимо вот блауэр эскимо и к хоуц айсбрекер были прикрыты но прикрыл я их в марте поздновато надо было пораньше прикрыть чуть-чуть они подгорели здесь вот можно видеть веточки прям отдельные такие вот подгоревшие а может быть и и морозцем тронуло потому что зона зимостойкости к сожалению у них тоже оставляет желать лучшего поэтому вот так как это северная сторона может быть это и морозцем тронуло вот южная сторона она как раз не так и подгоревшая вот хвоя немножечко сыпется но ничего страшного это и прошлогодняя хвоя и который подгорела хвоя а может быть обмерзла такое тоже может быть сейчас вот ходил снимал помнил название hillside creeper по моему сосна вот ну отлично уже зеленеет они как-то немножечко в зиму прям вот что сосна обыкновенная вот сейчас прям ярким ярким пятном зеленым она была такая желтоватая сейчас уже почва таяла и она набирает свою зеленую прям интенсивную окрасочку что вот hillside creeper тоже такая прям становится зелененькая зелененькая но еще буквально парочку минут туечки значит коники ой коники даники аурея вот ничего еще вот так вот пошевелить ничем не укрывал ничем не накрывал были тоже снегом расплющены сейчас форму восстановили так что мы можем с вами видеть то что все формы то восстанавливаются сейчас вот прям буквально подойду еще вот сюда на одну секунду здесь у меня магнолия на магнолии с осени были раз два три четыре пять пять по моему ну пять или шесть почек вот почки сохранились но вот честно сказать не знаю живые они или не живые надо посмотреть прошлогоднее видео где магнолия цвела какого числа это было вот сейчас просто на вскидку я не вспомню здесь что сербская пендула перезимовала хорошо вот она вся отлично перезимовала не укрывалась ничего вот это вот красавица зелено-голубая это ситкин ситкин сит сит ситхинская зильбер цверк перезимовала тоже очень хорошо но знаете у нее прям вот почки такие надутые надутые правда говорят что они очень рано раскрываются и возможно попадут под мороз подвозвратные здесь маленькие сосенки веймутовые и обычная сосна ой дай бог памяти чан-треблю это вот было не укрыто мантгомери ель колюча была не укрыта вот эта малявочка была не укрыта вот это у нас оберон пихота корейская это у нас получается отломилась бирка по green twist сосна была укрыта вот но нормально себя чувствует так что тут еще папа по быстренько эти вот маленькие елочки раз два три были не укрыты все хорошо перезимовали шерват компакт сосна тоже не укрыты было но здесь вот вообще ничего не укрывал переживал вот за сосну не агару фоллс немножко вот так вот веточки у нее от видите как немножечко в горизонтальном состоянии но ничего вот так пошевелим и все я думаю будет как как следует еще еще вот надо прочистить все внутри от прошлогодний хвой дэзи вайт коника коника не коника канадская дэзи вайт немножечко вот подсогнул макушку но сейчас восстанавливается интенсивное сокодвижение почечки набухают и макушка тоже потихоньку потихоньку распрямляется ну вот собственно говоря и все давайте на этом заканчивать потому что уже у нас темно на камеру то не передается а вот нужно немножечко до разобрать все ну и потихоньку приводим сад в порядок всем пока всем всего доброго до новых встреч